День ветерана Уголовной Исполнительной Системы День ветерана Уголовной Исполнительной Системы День ветеранов Уголовной Исполнительной Системы День ветеранов Уголовной Исполнительной Системы Почему так? Расскажите. Да, действительно, завтра мы будем праздновать пятилетие этого дня, но раньше мы входили в состав Министерства внутренних дел, и в Министром внутренних дел был издан приказ о создании секции ветеранов и назначении руководящего состава, куда мы, соответственно, входили. После того, как мы перешли в ведение Министерства юстиции, возникла необходимость создания своей организации у себя в системе Федеральной службы исполнения наказания. Поэтому в 2006 году, 16 ноября, была организована и создана Общероссийская общественная организация ветеранов уголовной исполнительной системы в СИН России, и директором за заслуги ветеранов, за их труд и вклад в развитие уголовной исполнительной системы, был утвержден день 16 ноября как день ветеранов уголовной исполнительной системы. Поэтому мы празднуем пятилетие. Я хочу вас поздравить с профессиональным праздником, вас, ваших сослуживцев, мы еще сегодня очень много о них поговорим. Для начала хотелось бы, чтобы вы, опять же, немножко рассказали о том, какова деятельность организации ветеранов УИС, чем конкретно занимаетесь. Я знаю, что это очень доброе дело, которое вы делаете, очень важное дело. Расскажите, почему, нам интересны все подробности. В состав нашего регионального отделения входит 25 местных отделений по всему Приморскому краю они располагаются, и численность состава ветеранской организации на счету около 1000 человек. На сегодняшний момент ветеранская организация, помимо оказания помощи руководству, начальникам учреждений, в обучении, воспитании молодых сотрудников, оказания помощи в решении служебных задач, в традициях, рассказах, которые были уже наработаны, мы также оказываем помощь ветеранам и пенсионерам. Помимо, ну прежде всего, конечно, это участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, труженикам войны, детям Великой Отечественной войны, нуждающимся в первую очередь. Вот в этом году только благодаря заботе или вниманию руководителя, начальника главного управления, генерал-майор Верск, на его заместители, мы уже трижды этой категории оказывали помощь в виде продуктовых наборов. Помимо этого оказываем еще, конечно, и материальную помощь. Также ветераны ухаживают за обелисками, памятниками воинам Великой Отечественной войны и погибшим сотрудникам, которые участвуют в работе, посещают детские дома, дома инвалидов, где проводят различные конкурсы, викторины. Буквально недавно у нас проводился первый этап шестого всероссийского смотра, этап самодеятельности, художественной самодеятельности, где наши ветераны принимали активное участие и заняли, в общем-то, призовые места. То есть даже творчеством занимаетесь? Не только творчеством, мы помимо творчества и спортом принимаем участие и в футболе, и в баскетболе, и в стрельбе из пистолетов из различных видов оружия, в различных спартакиадах принимают участие. То есть в общественной жизни мы всегда в первых рядах. Ну, также помимо этого есть категория одиноких пенсионеров, которые нуждаются в заботе. Мы помогаем им при усадебном участке поддерживать в надлежащем состоянии. Ну, как раньше, тимуровцы были. Так вот, мы сейчас ветераны, оказываем помощь, но привлекаем тоже молодежь. Они тоже принимают активное участие в оказании помощи ветеранам. Вот к слову о молодежи я как раз хотела также спросить. Патриотическое воспитание сегодня актуально, как никогда, наверное, в последнее время. Может быть, также по поводу этого общаетесь с ребятами, какие-то уроки, может быть, в школах проводите, встречи? Мы, вот я сказал уже, что посещаем детские дома, где это наиболее вот, ну, обездоленные, будем так говорить, проводим с ними беседы. Как раз у нас ветеранской организации состоят члены, ну, сначала имеют право, вернее, ветеранскую организацию вступить. И действующие сотрудники, которые прослужили 13 лет календарем, они имеют право вступить положительно себя зарекомендовавшие. И среди них много участников боевых действий. Вот на всех этих традициях молодежь, вот эти молодые, будем так говорить, ветераны, принимают тоже активное участие, рассказывают на тех традициях, которые были сформированы у нас раньше. Что было создано, как это, каким трудом это все создавалось, рассказывают и на сегодняшнем молодому пополнению. Тут можно, ну, конечно, эту тему разговор вести. В общем, работа ведется. Работа, конечно, патриотическое воспитание, нравственное воспитание. То, что сейчас, конечно, как раз не хватает, это одна из основных задач нашей ветеранской организации в этом направлении. Помимо оказания помощи, это воспитание. Действительно, достаточно обширную работу проводите. И также я знаю, что в ГУФСИН Триморского края есть постоянно действующая экспозиция истории УИС, которая постоянно обновляется. Не могли бы рассказать об этом музее? Кто также туда может прийти? Нам интересны подробности. Ну, если начинать сначала, то вот после передачи функций исправления наказания в Министерство юстиции и после того, как ГУ разместилось в здании по адресу Арсенальная, 15, возникла необходимость, чтобы как-то отражать путь развития, подвиги. И сначала это у нас был просто формуляр, куда мы записывали знаменательные события, даты, кто, что, когда, где. То есть просто в письменном виде? Просто сначала в письменном виде, но потом это оказалось малое. И вот тогда начальник главного управления генерала лейтенанта ИНЗИМС Валерий Степанович поставил задачу найти помещение, оборудовать. Мы сначала хотели музей, но музей по ряду причин не получилось. Но вот постоянно действует экспозицию. И начали потихонечку из того, что уже было у нас наработано, из того, что мы знаем, архивные данные, начали оборудовать данное помещение. На сегодняшний день у нас эта экспозиция действует в фойе культурного центра, где размещаются фотографии, экспонаты с описанием всех тех событий развития главного управления по Приморскому краю, начала его становления. Люди, которые делали историю, ведь без истории нельзя. То есть человек должен знать свою историю, развитие, если ты служишь в уголовной системе, соответственно, должен знать, как она развивалась, к чему шли, как шли. Есть люди, которые при исполнении служебных обязанностей гибли. Много сотрудников у нас выполняли, когда вот этот чеченский конфликт был, то по поддержанию конституционного порядка выполняли задачи в Чеченской республике. Многие награждены правительственными наградами. Все это освещено вот как раз на этой экспозиции, на этой выставке. Проводится там постоянно присягу молодых сотрудников, там приводят. Торжественные мероприятия проводятся там, чтобы люди видели, могли посмотреть, почитать. Там фотографий очень много, приглашаем и вас посмотреть, посетить. Плюс к этому, когда какие мероприятия в ГУСИ не проходят, день открытых дверей, то все желающие могут прийти в это время, потом и посмотреть, ознакомиться с этой экспозицией. На сегодняшний момент идет большое обновление этой экспозиции. Почему? Потому что на следующий год мы будем отмечать в апреле месяце 80-летие образования ГУСИН России по Приморскому краю. В этом году 80-летие Приморского края, вот по Приморскому на следующий год. И приглашаем вас посмотреть, чтобы вы увидели обновленную эту экспозицию с большим материалом, подборкой, очень интересная, очень впечатляющая. То есть будут дни открытых дверей, куда смогут все, кто пожелает, прийти и ознакомиться. Да, у нас это, в общем-то, практикуется. Кстати, завтра вот в управлении, в одном из управлений будет тоже день открытых дверей. До праздника, у нас 14 часов концерт, а вот до праздника будет день открытых дверей, и все желающие могут прийти посмотреть. Мы сейчас еще немного вернемся к истории уголовно-исполнительной системы Приморского края. Сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Владимир Николаевич, ну вопрос к вам. Мы озвучили в начале программы, что должна выйти книга скоро, в апреле 2019 года. Книга называется «В службе честь». Это история возникновения УИЗ в Приморье, и не только. Это также история Приморского края. Расскажите, как давно возникла идея написать такую замечательную книгу? Может быть, чей-то подвиг вас вдохновил? Ну, скажу, что идея написания книги, она возникла в прошлом году. После того, как Валерий Степанайчин Земцев умер, мы решили закрепить, сохранить, напечатать о тех замечательных людях, которые прослужили достойную жизнь в уголовной смертной системе. Значит, мы считаем, что это наш золотой фонд, эти люди. И таких материалов, по сути дела, в Приморском крае нет. Эта книга, она в своем содержании немножко дает краткую информацию об Приморском крае. Ну, по Приморскому краю там информация такая, где расположен, с какого времени образован Приморский край, с кем граничит, какие моря, реки, озера имеются, какие богатства в Приморском крае имеются, что в лесу растет, что бегает в лесу. Чтобы читатель имел полноценное представление. Да, и временной, значит, какой временной пояс у нас. Кроме этого, значит, дана краткая информация по городу Владивостоку на прошлом этапе, на современном этапе, на сегодняшний день. Ну, имеется в виду то, что у нас было построено, значит, в Владивостоке, какие имеются такие видные, знаменательные здания, помещения, ну, театр, клубы, музеи, мосты и прочее, прочее. Ну, основную, конечно, долю книги занимает история уголовной системы Приморского края, где мы дали информацию о ветеранах наших, об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, здесь в лицах, с биографией, значит, с их историей материал записан. Значит, дается материал об действующих лицах, о действующих сотрудниках, для сравнения, как говорится, прошлого и настоящего. Вот, также, значит, о тех людях, которые совершили подвиги, погибли, значит, во время службы, вот, те, которые, значит, несли интернациональный долг. Отдельно представлен главой материал по каждому учреждению. Вот здесь как раз и кто руководил учреждениями, и что они сделали за это время, когда руководили. Также материал, значит, дается по настоящим сотрудникам, которые там сейчас возглавляют и работают в каждом учреждении. История, работа Совета ветеранов, с кем они работают, где они, какие имеют, значит, достижения. Ну, здесь хочу сказать, что вот по колониям, по учреждениям, конечно, больше информации Совет ветеранов дает и по работе со школами, и с детскими домами, вот, и самодеятельности. У нас существует несколько ансамблей, вот, и Приморочка, вот, в 33-й, и в десятке свой ансамбль. А некоторые учреждения, так как, вот, допустим, 26-я, даже 10-я, они, значит, организовывают мероприятия у себя в учреждения, значит, по сути дела привлекают, ну, все поселение. Допустим, Приморская, весь поселок участвует там, в десятке тоже там проводится мероприятие тоже со всем поселком. Вот, выезжают в районы, в районах дают концерты, вот, участвуют. И, как говорится, завоевывают даже призовые места везде. Вот, интересно все это. Этого материала не было у нас. Вот книга дает представление. То есть полноценное, действительно, представление, не только прошлое, да, получается, это не только книга истории, но и настоящего. И, может быть, даже вы немножечко заглянете в будущее. А мне интересно, где вы берете всю информацию, то есть, я так понимаю, это те как раз данные, о которых вы говорили, да, которые хранились в письменном где-то виде, да? Значит, весь материал, конечно, собирался с большим трудом. Во-первых, был изучен весь архив этой экспозиции, но там недостаточно было материала, и я обратился в учреждения. В учреждениях тоже подняли весь материал, который у них имеется, но и приходилось, как говорится, беседовать с ветеранами и восстанавливать биографии, вот, по-новой делать фотографии, вот, значит, историю, значит, рассказывали они. Вот, все это дело записывалось и в эту книгу вошло. То есть, также вы, можно сказать, пополните, расширите архив, да, потому что, как вы говорите, где-то дополнена была уже. Конечно, эта книга расширит архив, это точно. Я могу добавить немножко в этом вопросе. Когда черновой вариант был, Владимир Николаевич уже готов, мы его распечатали и по делам, службам, по учреждениям выдали, чтобы они посмотрели, почитали, и то, что не вошло, добавили. Выдали, и действительно это сыграло большую роль. То есть, люди начали самоту, один человек искал все, а тут уже весь коллектив подключился к этому вопросу. Действительно, вошли в архивы, в которых даже мы не знали, на печать, нашли тех людей, которые делали, нашли фотографии этих людей. И действительно, книга сейчас получается, ну, очень хорошая. Мы буквально позавчера ездили уже в типографию, разговаривали там, и, ну, надеюсь, что будет хороший подарок не только ветерану, но всем сотрудникам довольствием будут читать. Конечно, скажу, что весь материал мы не собрали. Это было невозможно было разместить весь материал в этой книге. В одной книге, да? Да, 447 страниц получилось, можно, как говорится, но не все вошли туда. Серьезное количество страниц, я как раз хотела спросить про объем. И у меня, да, был, конечно же, вопрос о том, что насколько сослуживцы принимали участие, но, как я понимаю, вы уже ответили, конечно, да, работал весь коллектив. Тут вот, что отдать должное, все были заинтересованы, все, когда прочитали там кто-то свои фамилии, кто-то своих родственников, начали искать все свои записи, поднимать черновики, дневники, и ветераны приходили, делились своими впечатлениями, рассказывали, где что, и когда что-то творило, происходило, создавалось. Ну и в итоге получился очень большой такой объемный материал. Ну, действительно, получается, что это маленькая-маленькая толика, если взять все. Все, конечно, не получится. Здесь вперед не хватит. А может быть, это только начало, то есть, может быть, сейчас либо вы возьметесь за вторую книгу, либо, может быть, подключатся уже более молодые поколения сотрудников, также помогут собрать информацию. Передаем свой опыт молодежи, пускай продолжает наши традиции. Все может быть, действительно, но люди заинтересованы. Владимир Николаевич, хотелось бы чуть более подробно узнать, что конкретно в книге написано об истории Приморского края. Там я даже знаю, что есть такие страницы о его становлении. Расскажите об этом. Да, пожалуйста. Значит, хочу сказать, что работа сотрудников уголовной системы очень напряженная, сложная и опасная. Вот становление всех или организация всех учреждений происходила таким образом, что приезжает туда, допустим, осужденный, и приезжает туда личный состав. Значит, нету никаких устоит для проживания личного состава. У осужденным строили общежития, и они, как правило, организовывались учреждения для ведения каких-то строительных больших работ. Вот, допустим, взять в Спасске шестое учреждение, это бывший строгий режим. Вот оно образовалось еще в 1932 году, это учреждение, и было предназначено для строительства старого цемзавода. Вот они, значит, строили цемзавод, люди, сотрудники жили и в палатках там, и в каких-то там неприспособленных помещениях, по несколько семей, вот таких вот условий. Осужденным в первую очередь строилось жилье, и оно, они, само собой, строили завод, построили. Вот, значит, допустим, там же находится 33-е учреждение, вот, открытый ЛТП-2 называлось тогда, они предназначены были для строительства Новоспасского цементного завода. Вот, этот завод тоже был построен, основная масса сил, больше 800 человек там привлекалась. А вот, когда открыли само учреждение, мы видели такую картинку, что раз называется лечебно-трудовой профилакторией, то туда стали приезжать в костюмах, в черных, в белых рубашечках, в галстуках, с удочками, значит, приезжали лечащиеся, вот. Мы спрашиваем, вы куда приехали? Как куда? В лечебно-трудовой профилакторией работать, лечиться, тут лечиться-лечиться, но тут работать надо, и никаких белых рубашек, свои костюмы будут, все. Вот, вот такой интересный факт был. Значит, и в Уссурийске, значит, 23-е учреждение и 41-е учреждение, оба учреждения были созданы для строительства, значит, объектов, которые в Уссурийске находились, это, значит, кошкомбинат, картонный комбинат, сагзавод, целый ряд, значит, домов жилых, какие они строили, клуб там строили, короче, кожевно-обувной кабинет, вот. И, значит, осужденные, как говорится, везде имелась на них нужда, вот, и они везде участвовали в этом строительстве. Вот взять хотя бы, опять же, 31-е учреждение Чугуевка, там, значит, этот канифольный завод строили, тоже в таких же условиях приезжали люди, и офицеры, значит, приезжали в чистое поле, значит, жили в таких условиях, которые, которые после уже строительства, значит, им улучшались. Но в процессе они, по сути, жили так же, как и осужденные, которые там работали. Осужденные лучше жили, чем наши офицеры. Вот так что, вот такие вот моменты, и все колонии, все буквально, значит, начинали работать, начинали создаваться, вот, с нуля почти что, в чистом поле. Это и, можно сказать, большой камень был отстроен практически, и Фокина, и Славянка, то есть, вот это все такие, такие объекты были построены силами осужденных и личного состава, который вместе с ними работал. А так, занимались и сельским хозяйством, и рыболовцем еще занимались, вот, десятка такая, женская колония, то, значит, полевые работы, значит, коровник большой, был у них свинарник большой, в общем, такие дела. Это все о чем говорит сейчас, о том, что ваша книга, да, в службе «Честь», которая выйдет скоро, ее будет интересно почитать не только, как сказать, специалистам вашего профиля, да, служащим, но и тем, кто просто интересуется историей Приморского края, правда? Потому что, действительно, мы иногда забываем, какое огромное количество объектов было построено здесь, трудом осужденных, которые курировали как раз сотрудники выяснили. А вот в наше время, значит, мы создали в каждой колонии собственные предприятия. И если раньше, значит, был определенный ассортимент, который могли делать осужденные на собственных предприятиях, то сейчас он расширен. Сейчас сделан и колбасу, и, значит, консервирование, и пирожки, и смороженое. Все разрешается, и для внутрисистемной, значит, для нашей внутренней системы все это дело поставляется. А где можно будет почитать, приобрести, может быть, вашу книгу? Ну, книга, она в сеть не пойдет в торговую, значит, это внутрисистемная книга, вот, и поэтому только как подарочный вариант может быть. То есть прийти на праздник, вот как мы говорили, да, сегодня, например, на день открытых дверей или на пятилетие? На это пока так, потом посмотрим, как будет спрос, не будет спрос, посмотрим с тиражом дальше. Ну, на сегодняшний день готовится уже 600 экземпляров, то есть довольно-таки объемные, это как бы по заявкам сотрудников, которые ветеранов, которые решили приобрести эту книгу. Поэтому небольшой подарочный фонд мы сделали, а дальше будем смотреть, если это будет, ну, будем дальше работать по этому вопросу. Нам пора заканчивать, и, конечно, я не могу не попросить вас в конце нашей программы обратиться к вашим сослуживцам, поздравить их с профессиональным праздником. Начинаем? Разрешите? Конечно. Дорогие ветераны, от имени руководства личного состава Совета регионального отделения разрешите поздравить вас с праздником Де ветеранов, пожелать вам, вашим семьям, родным, близким крепкого здоровья, долгих лишь жизней, ну и дальнейшей нашей совместной плодотворной работе. Удачи вам! С праздником! Спасибо, Вячеслав Николаевич. Владимир Николаевич, вам слово. Значит, я тоже от лица Совета ветеранов, от себя лично поздравляю всех ветеранов с этим праздником. Желаю всем долгие годы, тепла, мира, счастья, благополучия. И пусть будет все, что в жизни нужно. Чем жизнь бывает хороша? Любовь, здоровья, верность, дружба и вечно юная душа. Спасибо вам огромное. Я хочу отдельно поблагодарить вас от лица жителей Приморья за то, что вы делаете, за ваши подвиги, за то, что вы еще успеваете такую активную творческую работу проводить. Пишите историю уголовной системы Приморского края. Спасибо вам за это огромное. Я вас еще раз поздравляю от всей души с вашим профессиональным праздником. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом.